Привет, друзья! Как дела? Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Николай. И сегодня небольшой видеодневник. Я сейчас еду в школу за моим сыном и решил записать короткое видео и немного поговорить с вами. Сейчас конец мая и на улице очень хорошая погода. Солнце, нет ветра, тепло. Сегодня температура плюс 27. 27 градусов тепла. Это хорошая, практически летняя погода. И многие люди уже планируют свой отпуск. И сегодня мы поговорим об отпуске. Самое популярное время отпуска это лето. Ну, по крайней мере, в России. Может быть, в вашей стране лето это не самое популярное время для отпуска. Я не знаю. Поэтому напишите в комментариях, пожалуйста. И скажите мне, какое время года самое популярное для отпуска в вашей стране или в вашем регионе или в городе, может быть. Но в России самое популярное время это, конечно, лето. Потому что Россия в целом это достаточно холодная страна. И лето это время, когда люди могут расслабиться, отдохнуть и поехать на море. Интересная традиция есть в России. Практически каждое лето люди очень хотят поехать на море. И, конечно, есть разные варианты, куда люди обычно ездят. Но средний класс, middle class, скажем так, средний класс, обычно ездят на Черное море. На Черное море. Вот. Или вообще никуда не ездят. Но проблема в том, что Россия это очень большая страна. И для некоторых людей поехать на море это огромное путешествие. Потому что они живут, может быть, в Сибири или на севере и так далее. Чтобы поехать на море, нужно или купить билет на самолет, что сейчас очень дорого, к сожалению. Или купить билет на поезд и ехать на поезде. Например, я люблю путешествовать на поезде, потому что нет турбулентности. Нет паспортного контроля. Все комфортно, хорошо. Работает интернет. Вот. И я люблю смотреть в окно, когда я еду на поезде. Но это долго. Это долго. А на самолете быстро. Быстрее. Но дороже. Обычно дороже, конечно. И если люди живут в Сибири, например, для них это очень дорого. Очень дорого. Чтобы купить билет и поехать на Черное море летом. Потому что номер один. Билеты дорогие. Билеты на самолет. И номер два. Начинается туристический сезон. И когда начинается туристический сезон, то цены на гостиницы, на отдых поднимаются. Поднимаются очень-очень сильно. Это большая проблема. Поэтому, если вы хотите поехать на море в июле или в августе, это самое дорогое время. Если вы поедете в июне, будет немного дешевле. И если вы поедете в сентябре, будет дешевле. В октябре еще дешевле. Но в октябре уже туристический сезон на Черном море закончился. В сентябре заканчивается туристический сезон. Потому что Черное море это не Кипр. Это не Испания. В Сочи в сентябре может быть тепло. Море может быть теплое. Но это зависит от года. Иногда тепло, иногда холодно. Например, в прошлом году, в прошлом году мы ездили на море в начале сентября. В начале сентября. И мы попали в период, когда были сильные дожди. Шел дождь каждый день. Каждый день был дождь. И мы плавали в море только два дня. Хотя мы были на курорте, resort, курорт. Мы были шесть дней или семь. Поэтому вот такая вот интересная информация. Люди в России очень любят ездить в отпуск на море. Какие самые популярные курорты в России? Самый популярный курорт, номер один, это, конечно, Сочи. Вот. Сочи это самый популярный курорт. Почему? Потому что это красивый курортный город. Его очень красиво сделали, можно сказать, перед Олимпиадой в 2014 году. Там... Это практически единственный город в России, где есть субтропический климат. Поэтому люди любят этот город, потому что там субтропики, там пальмы, там тепло. И там вот субтропический климат, там влажность. Вот я очень люблю этот климат влажный, humid. Очень люблю. Поэтому люди предпочитают Сочи. Это номер один. Номер два это Геленджик. Номер два это Геленджик. В Геленджике красивая бухта. Очень красивая бухта. Вот. И там люди тоже отдыхают. Ну, а также люди любят ездить в Анапу. В Анапу и Новороссийск. Вот. До войны в Украине люди также любили ездить в Крым. Например, в Ялту. Вот. И также популярное место отдыха это, например, Абхазия. Абхазия это соседняя республика с Россией на юге. В Абхазию люди обычно ездят в разные места. Ну, например, в Сухуми. Сухуми это столица Абхазии. Вот как люди любят отдыхать в отпуске в России. Люди любят ездить на море. Конечно, также люди ездят, например, в другие страны. Но вы знаете, что после начала войны это стало немного проблематичным. И в Европу очень трудно поехать. Нет прямых рейсов. There is no direct flights. Прямых рейсов в Европу. Поэтому нужно лететь через Стамбул или другие страны. И это дороже. Это дороже. Поэтому люди предпочитают отдыхать сейчас больше в России или в странах, где не требуется виза. Например, в Европе требуется шенгенская виза. Но можно поехать, например, в Грузию. Вот, например, я сейчас нахожусь в Тбилиси. Это столица Грузии. Соседняя страна на юге. Также есть другие страны. Например, Турция или Египет или Арабские Эмираты. В эти страны не нужна виза, если у вас российский паспорт. Также можно поехать в другие страны, но дальше. Например, в Таиланд или во Вьетнам. Там это далеко, и билет на самолет достаточно дорогой. Но тоже не нужна виза. Некоторые люди не любят ездить на море и любят, например, ходить в походы, в горы. Например, в России, на юге, на Кавказе, есть очень высокие и красивые горы. И люди также любят отдыхать там. Они ходят в походы, берут палатки, делают пикники. Или ездят, например, на озеро. Или ходят в лес. Есть много разных вариантов, как люди отдыхают в отпуске. Но, я думаю, самое популярное, это, конечно, отдых на море. Вот такая информация. Надеюсь, вам было интересно узнать. И, может быть, это была хорошая аудиопрактика для вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько процентов вы поняли из того, что я говорил. Может быть, вы поняли абсолютно все. Напишите 100%. Или, может быть, вы поняли 50%. Напишите в комментариях. Или, может быть, вы не поняли ничего. Если вы не поняли ничего, то просто пишите, я не поняли ничего. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что я увидел следующий раз. Пока-пока.